Всем привет! Вы смотрите программу Отдыхай! Это прямой эфир. В студии я, Паша Гевадуллин, и сегодня мне будут помогать девочки, которые, видимо, еще не выросли, потому что не могут оторваться от настольной игры. Всем привет! Я Карина и Ксюша. Вообще-то, Паш, настольные игры полезны играть людям всех возрастов. Во-вторых, сегодня в эфире Отдыхай! Мы поговорим о том, как сделать личинку с друзьями интересной. Ну а в этом нам помогут настольные игры. Ксюша, можно записать нашу тему. И да, почему же отдыхать, спросите вы. Да потому что мы здесь шумим, отдыхаем и просто хорошо проводим время в эфире национального телевидения Чувашии. А также вы сможете нас посмотреть в группе ВКонтакте городского медиа-центра Куча Мала. И сегодня мы хотим разыграть настольную игру Уна. Ну а чтобы ее получить, вам нужно зайти в нашу группу ВКонтакте городского детского медиа-центра Куча Мала, сделать репост нашего эфира и лайкнуть его. Все просто. В конце эфира мы рандомно выберем победителя. Желаем всем удачи! Ну а также у нас работает чат. Порекомендуйте, в какие настольные игры поиграть. Расскажите о том, как вы развлекаете своих гостей. Мы почитаем ваши вопросы и ответим на них. Да вы просто захватили эфир! Может, и мне дадите слово вставить? Вот я считаю, что самая лучшая настольная игра – это шахматы. Шахматы появились 1400 лет назад в Индии. Тогда проигравший игрок должен был пожертвовать пальцем на руке. Ужас! Ну, шахматы – это, конечно, хорошая игра. Она развивает логику, мышление. Но не думаю, что в нее будут играть на вечеринках. Каждый год появляется все больше новых и современных игр, которые развивают внимание, реакцию, которые учат экономить и расширяют словарный запас. А я знаю такую игру «Сопротивление». В этой игре вам надо определить, кто из игроков играет за команды шпионов и пытается рвать миссии команды «Сопротивление». Это очень крутая игра. В ней нужно уметь аргументировать, договариваться и конфликтовать. А, слушай, это на мафию очень сильно похоже. Да, но она намного лучше. А я вот знаю игру «Улей». Это логическая игра про войну между двумя муравейниками. По этой игре уже многие годы проводятся турниры, как в реальной жизни, так и в сети. Но все равно я не думаю, что мои друзья во время вечеринки будут изучать правила какой-то настольной игры. Лучше в это время действительно посидеть в телефоне. Ну и пока правила изучишь, вечеринка-то закончится. А ты заранее правила изучи. Слушайте, а давайте проведем эксперимент и посмотрим, насколько популярны настольные игры. Только пусть им конкуренцию составит какое-нибудь другое модное развлечение. Слаймы. Что? Слайм – это лизун игрушка. Он очень приятный и снимает стресс. Сейчас все делают их своими руками. Мы поставим два стола в пятой гимназии. Один со стольными играми, а другой со слаймами. И проверим, к какому столу подойдут больше ребят. Смотрим. Только сейчас на Большой Перемень подходите и играйте со слаймами. Подходите, не стесняйтесь. Привет. Привет. Не проходите мимо, играйте в настольную игру. Дженго или Вуна. Давайте, подходите все сюда. Ну, мне больше нравится слайм. Там сейчас еще моду недавно шла. Я очень много делаю слаймы. Примерно напряженный день был, и они нас успокаивают. Может, с ними и гать, и они начинают успокаивать. Мы вас обгоняем. Это как эксперимент. Сюда можно добавлять много чего всякого. Можно экспериментировать, создавать новые. Это очень увлекательный процесс. И всегда хочется узнать, что будет, если сделать вот так вот. Мне кажется, что слаймы, они развивают моторику, но иногда хочется что-то такое интеллектуальное. И здесь больше рисков. Если упадет в башенка, тогда все, игра закончится, ты проиграешь. Это интереснее. Ну, тоже мне больше, конечно, нравятся настольные игры, потому что это более интереснее играть с друзьями. Тоже. За 20 минут большой перемены к настольным играм подошло 17 человек. А играть со слаймами подошло 32 человека. Так что я победила. Но жать руку я тебе не буду, потому что она у тебя в слайме. Ну и ладно. Это программа «Отдых. Хайп». И мы по-прежнему в прямом эфире. И рассуждаем, чем же развлечь друзей в гостях. Я, конечно, был в шоке, когда узнал, что какие-то слаймы могут составить конкуренцию настольным играм. Потому что изготовление слаймов – это очень интересный процесс. И сейчас ты сам в этом убедишься. Потому что у нас в гостях ученица 5-й гимназии Полина Заболотина. Она делает слаймы из клея Элмерс, проводит мастер-класс на днях рождениях. Привет, Полина. Привет. Привет еще раз, Полин. Расскажи, пожалуйста, а зачем вот это вот все тебе надо? Мне это надо для того, чтобы преодолеть свои страхи и стеснения. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще узнала о этих слаймах? Сначала узнала об этом моя подруга и рассказала мне. Мне эта игрушка «Антистресс» очень понравилась. В дальнейшем мы стали с ней делать эти слаймы. И я рассказала родителям. А также сказала им то, что хочу создать свой магазин слаймов. И они меня поддержали. Каких видов бывают слаймы? Я перечислю только те, которые делаю на своих мастер-классах. На самом деле их очень много. Это Клэр-слайм на прозрачной основе. Флаффи-слайм, оригинал-слайм. Это самый легкий слайм из белого клея. Баттер-слайм лично для моих мастер-классов с добавлением глины Soft Clay. И снова слайм с искусственным снегом. А можно я тоже научить делать слаймы? Хотя бы украсить вот как раз таки все, что ты подготовила? Да, конечно. У меня есть вот такие вот три слайма. Можете выбрать. Ага. А я, пожалуй, посмотрю. А слушай, вот эти вот слаймы, вот эти все, это же сплошная химия. А есть ли в них какие-нибудь вредные вещества? Наверное, это самый главный вопрос. Когда мы с моей подругой начинали делать эти слаймы, как и все из одного и того же клея, оказалось, что у нее проявилась аллергия на клей. И этот случай заставил меня найти безопасный ингредиент для слаймов. Поэтому я нашла клей Элмерс американский, безопасный, нетоксичный, ароматизаторы и красители, которые даже можно употреблять в пищу. Если ребенок его проглотит или слез, ничего с ним не случится. А если вот на одежду, допустим, попадет, отстирается потом? Да, очень легко. Это только твои отстирываются? Или есть такие плохие, так скажем? По крайней мере, только мои. Ну, это хорошо. А вот смотри, были ли, мы знаем, что ты проводишь мастер-классы в шестом классе, это очень круто, а ты не боишься их проводить-то? Нет, ко мне приходят дети, я очень люблю детей, люблю с ними общаться, и они любят меня. Так как я уже сказала, у меня есть страхи, которые я стараюсь преодолевать. Были ли у тебя неудачные случаи на мастер-классах? Я бы не сказала, что это неудачный случай, который у меня был, а скорее смешная ситуация. Слайм попал на волосы, но так как одна из фишек моих слаймов, то, что они смывают с водой, мы просто взяли и смыли слайм с волос. А твои родители, они не считают, что вот эти все вот эти слаймы, это ерунда? Нет, они во всем меня поддерживают. А как ты думаешь, вот эта вот мода вся на слаймы, она закончится когда? Все же рано или поздно заканчивается? Ну, если она даже закончится, то я думаю, что она все равно придет очень скоро. Да, вот смотри, допустим, недавно же крутили вот эти вот спиннеры, да, они тоже были популярны. А сейчас где они? Сейчас про них все забыли уже. Ну, по крайней мере, еще когда наши родители были маленькие, лизуны уже появились. И потом мода на них закончилась, сейчас она опять пришла. А вот смотри, что ты делаешь для того, чтобы мода для слаймов продолжалась и продолжалась? То есть ты как-нибудь пиаришь там себя, там слаймов? Да, провожу мастер-классы, участвую в фестивалях. Расскажи секрет изготовления слаймов. Ну, у меня есть правило трех «не». Это не трогать слайм грязными руками, не прикреплять его на какие-либо поверхности грязные. И также обязательно бро посвозь руки. А есть ли у тебя какие-нибудь любимые настольные игры? Конечно, я очень люблю настольные игры, но больше всего люблю Дженго, Уну и Монополию. Слушай, а вот девчонки, как вы оцениваете слаймы вообще, Полины? Как они? Они очень классные, они очень классно, кстати, пахнут. А ты можешь нам что-нибудь, какие-нибудь секретики все-таки расскажешь, нет? Какой-нибудь интересный, сколько стоит, допустим, мастер-класс? Очень интересный вопрос, ты же в шестом классе. Расскажи нам, пожалуйста, сколько ты зарабатываешь? Ну, точную сумму я сказать не могу, но примерно каждую неделю в ко мне приходит 8 человек, и мой мастер-класс на одного человека стоит 500 рублей. Ничего себе! Слушайте, можно мне все-таки потрогать эту вещь? О, вау, ничего себе! Как круто тянется! Как раз хорошая вещь. Стресс во время прямого эфира снимает. Да, девочки, я беру свои слова назад, что слаймы – это действительно хорошая штука. Наконец-таки ты это понял. Было бы бесполезно, если бы я тебе задала вопрос, чтобы ты выбрала настольные игры или слаймы. Но все же, играешь ли ты в настольные игры как раз-таки? Да. Часто? Да, если есть свободная минутка, то мы всегда играем с моей семьей или друзьями. А вот смотри, а вот ты же учишься, мы знаем, в 5-й гимнадии, там, наверное, сложно, но тебе вот эти мастер-классы не мешают учебе, ты успеваешь? Да, я все успеваю. Это никак не влияет на мои оценки. Успеваем в школе? Угу. Ну а мы подготовили рубрику с самыми известными настольными играми. Сейчас узнаем, какие игры играют во всех уголках мира. Смотрим. Несмотря на то, что нашу жизнь заполонили каржеты, люди в разных уголках земного шара с удовольствием играют в монополию. Она появилась в 1935 году и считается, что в нее хоть один раз, но сыграли около 1 миллиарда людей. Правила достаточно просты. Необходимо построить свою финансовую империю, приумножить капитал, стараясь одновременно разорить своих соперников. В Музее финансов в США представлена версия игры «Монополия» из золота. Ее стоимость – 2 миллиона долларов. Поле, фигурки, карточки, доска – все сделано из драгоценного металла. Скрэбл, эрудит или словодел. Такая же классика, как и «Монополия». Носит звание главной игры для зануд, но все равно очень популярно. Участники получают по 7 стартовых букв и, выкладывая их на поле, составляют слова. Они, разумеется, должны быть как можно длиннее. Это и гарантирует победу. Пользоваться словарем нельзя, если только для того, чтобы проверить, действительно ли существует слово, найденное соперником. Дженго. В переводе означает «строй». Но на самом деле игроки не строят, а ломают большую башню. Участники по очереди вытаскивают из нее блоки, так, чтобы строение не рухнуло. Игра настолько увлекает, что игрок, которому предстоит вынимать очередной кирпичик, часто просит соперников не дышать. Отличная игра для большой компании – Уна. В этой игре надо избавиться от карт, учитывая их цвет и цифры. Хит поездов и лагерей. В нее играет во время тихого часа. Или когда на улице дождик. Уна переводится с испанского языка как «один». Именно это слово кричит игрок, когда у него остается одна карта. Плюс этой игры в том, что в нее можно играть даже вдвоем. Твистер. Динамичная игра Твистер давно прославилась в Америке и в Европе. В этом развлечении игроки смогут проверить свою ловкость. Как дотянуться от одной точки поля до другой, не упав и не повалив других участников, выстоять могут самые гибкие. Хотите проверить, понимают ли вас друзья с полуслова или с полужеста? Сыграйте в Активити. Игрокам на скорость надо объяснить слова своей команде. Делать это можно тремя способами – рисунком, пантомимой или с помощью синонимов. Веселье гарантировано. Популярные настольные игры успешно конкурируют с компьютерными и подвижными видами отдыха. Они не только развивают, но и сближают людей. В наше время это особенно важно. Это программа «Отдыхайп». Мы по-прежнему в прямом эфире. И настала же пора зачитать ваше сообщение. Мы сейчас узнаем, какими играми вы развлекаете своих гостей. И отвечаем с радостью на ваши вопросы. Да. Итак, Рома Савельев хочет с нами поздороваться, говорит нам привет. Мы говорим тебе до этого, Рома, привет. Привет. Итак, Лизочка с медалью нам говорит. Карина, как всегда, красотка. Большое тебе спасибо. Соня Обшивалкина говорит, что играть лучше в словодел. Я, конечно, не слышала о такой игре, но надо попробовать. Да, мне кажется, это очень интересная игра. Соня советует нам эту игру. Давай дальше. Роман Савельев опять говорит, что «Монополия» хорошая экономическая игра. Да, действительно, у меня был такой случай в жизни, что я играл «Монополию» целых пять часов. Представляете? Серьезно? Просто мы с друзьями купили эту игру, и нам она очень сильно понравилась, что мы играли в нее целых пять часов. Да, были и ссоры, и крики, но все-таки мы весело провели время. Да, игры, кстати, учат проигрывать, побеждать. Действительно, очень хорошо развивают человека. Лично я больше часу точно в «Монополию» не играла, потому что у нас когда-нибудь вообще находился победитель. Очень быстро. Роман Савельев пишет «Фанты». Да, я тоже слышала про эту игру, она тоже хорошая. Очень веселая игра. Очень веселая, да. Очень много заданий. А вы все умеете играть в шахматы? Вот, допустим, я умею. Меня дедушка научил играть, и мы с ним очень хорошо играем в шахматы. Вот я не умею, потому что я больше люблю играть в шахматы. Ой, не в шахматы, а в шашки. И потому что шахматы, они очень высокие, и они мне на как-то напугают. Надежда Гибадульна пишет нам то, что любит шашки. Да, мне кажется, мы будем в шахматы в шахматы, потому что это очень увлекательная, веселая, быстрая игра. Вам привет. Ася Джей Лан пишет «Мне очень нравятся фанты». А вам? Вот мы как раз таки ответили. Мы ответили, что фанты очень веселая, здоровая, классная игра. Ладная, да, семейная. Она очень-то очень интересная. А мне нравится игра крокодила, особенно когда много игроков. Да, действительно, крокодил одна из самых тоже популярных игр, которые играет компания. То есть она может завлечь надолго, так скажем. Когда показываешь какие-то пантомимы, там игроки угадывают, эта игра действительно очень хорошо сплочает. И развивает актерские игры. Лично, когда мне не в чем во что-нибудь поиграть, когда мне скучно, я тоже играю в крокодил, потому что в нее можно поиграть без карточек и так далее. Просто нужные люди, которые, скажем так, будут тебя развлекать и с ним всегда будет интересно. Вот, еще нам пишут, что очень интересная игра Эки-Боки. Вот вы знаете, что это игра Эки-Боки? Нет, я уже не знаю. А вот я знаю, что это такая за игра. Если хотите, если вам интересно, я могу сказать. Да, да, конечно, давай. Эта игра похожа на, когда мы кидаем кубик и ходим на определенное количество клеток. И каждая клетка – это определенное движение. Если мы еще раз кидаем кубик, если выпадает один, то мы выполняем, допустим, мы должны нарисовать закрытыми глазами какой-то предмет. И игроки, которые играют с вами, должны это угадать. Если они угадывают, то вы ходите вперед, получается. А если нет, то вы остаетесь на месте. Я слышала такую игру, да, и вообще-то вспомнила. Да, я тоже. Настя Анисимова пишет. А более взрослые, слаймы больше для Маши идет аудитория. Я тоже с этим иногда согласна, потому что не думаю, что после седьмого класса или восьмого в них уже кто-то играет. Потому что больше учебы. Ну, мне кажется, я вообще в девятом классе, я вообще слаймы узнала, честно, только сегодня. Вообще не знала, что такое лизур, но не знала, что такое слаймы. Такое тоже бывает со всеми. А вот смотри, она говорит еще о том, что более взрослые выберут настольные игры. Ну, если людям нравится. Ну да, потому что им неинтересны слаймы. Да, потому что они уже более заботятся о себе, и они в основном не занимаются слаймами. Да, смотрите, тут еще как бы чат начал между собой спор, что круче слаймы и настольные игры. И почему-то в Плюсе пока что настольные игры. А вы как думаете, что лучше, слаймы или настольные игры? Вообще мне кажется, что да. И слаймы, и настольные игры – это все хорошее. Они развивают, например, настольные грани развивают логику, мышление, а вот слаймы развивают моторику. Моторику рук. Да, они снимают стресс. Поэтому мне кажется, что и слаймы, и настольные игры – это очень полезные вещи. Девчонки, а смотрите, вот слаймы вам все-таки сейчас заняться вы хотите слаймами или настольными играми? Вот сейчас именно, в этот период. Сейчас? Наверное. Наверное. А мне кажется, я бы хотела сейчас слаймы, потому что рядом у нас стоит стол со всеми слаймами. И поэтому меня прям вызывают, я прям хочу подойти к нему и сейчас позвать. А что на вечеринках именно делать? А на вечеринках? Или на слаймы, или в настольные игры играть? Наверное, сначала выиграем, а потом уже в слайме. А танцевать? Нет? Танцевать тоже можно, да, почему нет? А слаймы говорят, что, скорее всего, не отвлекают, а успокаивают. Ну да, кстати. Да, они снимают стресс еще. Если, например, ты, вот как раз таки в нашем случае, ты в прямом эфире, ты можешь пожмякать их, и у тебя возможностей за стресс. Нам еще говорят, какую настольную игру, и когда в последний раз вы играли. Вот я недавно играла в карточную игру Дурак. Знаете такую игру? Да, я слышала такую. Я тоже умею, кстати, мне играть. А вот я недавно в школе играла в Уна. Это тоже очень интересно. А, кстати, Абуна, мы хотим разыграть как раз же Уна. Да. И давайте же узнаем. Мы у нас на протяжении всего эфира, вы могли репостить нашу запись, и сейчас мы хотим узнать победителя. Давайте же узнаем прямо сейчас. Давайте я сейчас нажму. Выбрать. И победителем становится... Давайте. И победителем становится Марина Осипова. Мы тебя поздравляем, обязательно свяжемся с тобой, и подарим тебе нашу игру Уна. Ну, а сейчас же мы хотим пригласить нашего гостя и вручить ему символ нашей программы. Рупор. Ты можешь сказать мне уже все, что хочешь. Дорогие ребята, я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать всего-всего самого наилучшего. Ну, а я считаю, что самый хороший подарок на Новый год – это слаймы или настольные игры. Поэтому вы можете записываться к Аблине на 3-классы или приглашать меня на свой день рождения. Спасибо, Полина. Спасибо. Честно скажу, я тоже так считаю. По-моему, настольные игры или слаймы – это очень хороший подарок. Ну, и наша программа подходит к концу. И сегодня мы поняли, что встреча с друзьями может украсить любое совместное дело. Это может быть игра в имажинариум, а может быть лепка пельменей. Главное, чтобы ваши друзья были рядом с вами. Чего мы всем вам желаем. Смотрите программу «Отдыхай» каждый понедельник. Пока-пока! Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok